добрый день коллеги сегодня я вам буду презентовать очень интересную и очень важную нашу разработку это новая читалка новый сервис чтения контента книг в нашей системе электронной библиотечной так издалека немного зайду это было очень долгая и трудная работа наверное это было самое тяжелое лето за последние года в плане разработки в плане инноваций но мы смогли к сентябрю мы успели завершить основные работы по по этой читалке и я готов сейчас вам об этом рассказать и показать на самом деле как бы пойдем немножко в такой вот экскурс основной функционал любой бс какую бы вы не назвали это все-таки читалка все возможные работы с книжными полками с различными подборами с рпд вкр это все конечно нужно важно и правильно но без правильной хорошей рабочей читалки это все остается бессмысленным потому что основа любой бс это литература книги контент который мы соответственно и которым мы пользуемся поэтому приступаем а с чего вообще ну начинались и как развивались интерфейсы чтение в бс да перед тем как вообще поставить подобную задачу подобной разработки мне было необходимо провести экскурс в историю посмотреть не только как развивалась нашей бс электронной библиотечной системы онлайн но но и посмотреть как развивалась все остальные системы конкурирующие с нами с чего они начинали к чему они пришли вот по сути мы двигались примерно в одном направлении сначала была литература сначала были книги которые необходимо было предоставить в онлайн режиме для вузов сузов и других учебных заведений соответственно каждая из систем двигалась своим путем мы с пошли с путем перевода из pdf то есть сканированных книг в более-менее связанный формат который можно выдать на пользователю кто-то переводил его во flash формат но это с одной стороны была идея хорошая но налагал на себя определенные обязательства во первых сама сама программа flash очень тяжелая и любые файлы сделаны на ней много весит а на заре так скажем развития бс интернету мало у кого позволял с хорошей скоростью и больших объемах получать информацию какие у нас были требования к системам чтения в бс есть три основных требования и вокруг которых и шло развитие этих систем этих читалок первое требование от правообладателей контента это защита авторского контента от полноценного копирования и воспроизведения на несогласованных площадках то есть нужно было обеспечить таким образом передачу этого контента чтобы пользователь мог читать но не мог это все просто с разом скопировать и выложить уже готовую книгу где-то на там других возможных источниках копирования таких как торрент и другое второе требование уже от самих пользователей это возможность быстрой загрузки и удобного чтения в режиме онлайн как уже говорил разные системы пытались идти разными путями но упирались в некоторые нюансы не позволяющие реализовать полноценно это эти функции тот же самый flash который имел большой вес книга сделаны на этой системе а уж тем более несколько или целая книжная полка но не позволяли просто в течение даже там суток двое закачать себе и начать этим пользоваться впоследствии в этой системе была обнаружена уязвимость которая позволяла внедрять вредоносный код на персональный компьютер пользователя и больше десяти лет назад все браузеры отказались от поддержки этой системы то есть она вообще канула в лету третье основное требование к системам вот это уже от от самой электронной библиотеки а то есть например как от нас это минимальный объем хранения и оптимизации нагрузки на сервер о чем я и говорил книжки должны весить как можно меньше так как например наша библиотека обладает громадным объемом литературы сотни тысяч изданий и не просто мы должны это все хранить но и хорошей скоростью выдавать по любому требованию нашего пользователя без каких-либо задержек без каких-либо проблем вот на основе этих трех требований и шло развитие этих читалок этих систем пользования контентом как я уже говорил были разные форматы отображения помимо флэша был просто отображение страниц книги в картинке jpeg png то есть по сути книжка сканировалась не без распознавания эта картинка собиралась по листам в учебник и пользователь спокойно смотрел это но исключительно виде картинки в этом свои большие минусы то есть нельзя было работать контентом никаким образом кроме зрительного чтения то есть нельзя было не искать по тексту не что-то выделять не копировать себе для своих каких-то учебных работ плюс само качество картинки оно варьировалось и не всегда было идеальным то есть даже зрительное чтение могло вызывать проблемы некоторые системы библиотечные системы особенно а переводили сразу в html но здесь тоже возникали разные проблемы отображения и реализации которые не позволяли полноценно пользоваться контентом то есть ну и плюс самые главные вообще проблема развития читалки это разные форматы и отсутствие стандартизации потому что как я уже вначале сказал каждый из bs каждый из какой-то библиотечной системы они шли каждый своим путем и это как на заре появление мобильных телефонов каждая компания выпускала телефон со своим видом гнезда для провода зарядки тем самым если у вас от своего телефона там потерялась зарядка найти уже у кого-то другого если не точно такой же телефон уже составлял большую проблему с телефонами производители решили вот мы решаем с читалками какой у нас был путь развития этой системы чтения в нашей bs университетская библиотека онлайн мы пошли наши разработчики пошли по минимизации адаптации исходного файла книги мы выбирали баланс между затратами подготовки контента и его обработки защиты от копирования и качество отображения для пользователя как все это происходит по сути мы получаем либо готовую печатную книгу особенно это связано со старым контентом либо уже готовый скан от издательства которое может быть уже еще не распознана то есть система распознает с картинки распознает текст текстовый слой подготавливается этот контент опять же в каком-то ручном режиме проверяются основные страницы обложки и так далее чтобы проверить качество распознавания и его обработки и соответственно очень важный момент это защита от копирования то есть для того чтобы выложить очередную книгу очередной учебник в нашу электронную библиотечную систему она проходила несколько этап и энное количество людей было всегда задействовано в этом процессе сначала мы переводили все в пнг с текстовым слоем но это имело тоже там свои проблемы и впоследствии вот несколько лет назад мы перешли в формат свг этот формат позволяет во первых минимизировать вес книги не теряя качество во вторых работать с двумя как бы слоями слоем картинки то есть к на самой странице книги и с текстовым слоем с которым можно отдельно работать и и копировать и цитировать искать по книге и так далее как и говорил вот те функции которые были нам необходимы для полноценной работы с контентом наших пользователей это вот текстовый слой поверх картинки которые мы вычленяли с возможностью копирования интерактивное содержание то есть это когда содержание книги являлось не просто той же обычной картинкой с текстом в с возможностью кликабельной возможностью ходить по этому содержанию и при клике на любую из строк содержания переходить на ту главу которая и была выбрана также закладки поиск и цитирование фрагмента самое главное вот к чему мы вообще всегда шли и для чего происходила эта разработка для чего мы полгода минимум всем отделом работали над этим главное это решение главного недостатка любой читалки которые сейчас присутствуют у нас на рынке так вот этот недостаток это отсутствие смены формата отображения для мобильных устройств когда только появлялись все электронно-библиотечные системы о мобильниках тем более возможности с них читать какие-то объемные произведения и прочего даже речи не шло а все пользуюсь персональным компьютером то есть читались монитора в целом это устраивало большинство пользователей и других вариантов и не предполагалось но с развитием мобильных технологий статистика теперь говорит что в среднем пользователей больше 80 процентов интернета а выходят через мобильные устройства то есть смартфоны планшеты и так далее персональными компьютерами для серфинга в интернете для работы в интернете уже пользуется все меньше меньше людей ну во первых это и затруднительно во вторых мобильник есть у каждого всегда с собой тем более размер экранов теперь уже позволяет и качество отображения на этих экранах позволяет спокойно читать без напряжения глазного нерва и так далее то есть вектор движения нам был понятен куда нам идти но опять же было две две проблемы которые мешали нам решить этот вопрос первое это защита от копирования перевод книги в в режим разноформатного для мобильного телефона на самом деле не такая уж и супер сложная задача задача усложняется если необходимо учесть эти два два момента защиты от копирования то есть контент не должен дать пользователю возможность просто его скопировать как например если вы сейчас покупаете книги в интернет магазинах да там есть варианты как в печатном виде ее приобрести так и в электронном виде то есть это электронный формат различный опять же pdf fb2 дежавю и так далее так далее что в этом при этом происходит вы покупаете книгу и вы если вы незаконно послушный гражданин вы ее спокойно можете дальше копировать передавать распространять и так далее так далее вот правообладатели особенно учебной литературы этим вопросом очень сильно озабочены и негодуют в этом случае и при передаче их контента нам а мы соответственно передавая его вам пользователям нам необходимо было решить этот вопрос именно поэтому изначально так и происходило что по сути мы предоставляли некую картинку для чтения ее уже копировать это крайне затруднительно можно опять же выделив отдельно текстовый слой потом руками все сформировав красиво собрать обратно целый учебник но для человека это потребовалось бы большое количество времени и ради одного учебника мало бы кто бы это стал делать а мы как я уже говорил обладаем библиотекой в несколько сот тысяч изданий и второй момент который связан опять же с правообладателями это статистика постраничного просмотра опять же это условия правообладателей этих учебников как определять количество просмотров и нам оплачивать стоимость этих просмотров правообладателю за основу еще уже давно и это во всех ЭБС происходит была взята стоимость одной страницы каждого учебника то есть сколько раз просмотрели столько соответственно вознаграждение правообладателю положено вот это связано опять же с именно с распространением среди учебных заведений так как стоимость продажи целой книги она будет гораздо выше чем стоимость продажи книги по страничном варианте так как большое количество учащихся в вузах к примеру и купить на всех каждому по книге даже в электронном виде невозможно правообладатель продавать одну книгу чтобы ей пользовались сразу тысячи человек за стоимость одной книги этого делать не станет поэтому был введен введена система постраничного просмотра и статистики постраничного просмотра а при смене формата опять же для лучшего чтения на мобильных устройствах сама страница теряет свое свойство она разбивается на части и вот эти два момента защиту и постраничный нам необходимо было решить и вот мы последние полгода как раз решали этот вопрос и хочу сказать мы смогли это сделать сейчас немного технической информации но в целом я вам сейчас ее разъясню как мы решили проблему копирования и сбора статистики алгоритм воспроизведения контента в целях обеспечения необходимого уровня защиты и статистики он следующий финишное отображение осуществляется как отображение html кода не картинки не страницы книги загрузка данных сервера производится в виде специальных джейсон пакетов это некий такой логический состав страницы не который мы видим своими глазами а который система программа распознает по-своему отдача контента сервера соответ должна соответствовать текущей механике то есть фрагментами то есть соответствующим печатными страницами то есть каком бы формате мы не просматривали в новые читалки книги все равно системы видит это все целиком как отдельные именно печатные страницы то есть если мы уменьшаем формат до того что количество экранов мобильного телефона например как три или четыре их вмещается в одну печатную страницу система засчитывает как одну печатную страницу они как четыре экрана мобильного телефона также наличие фрагментов памяти то есть единовременной памяти страниц она с мы ограничили этот сделан для того чтобы нельзя было скопировать просто всю книгу и потом идет распознать например то есть это адаптивно но не более пяти страниц в каждую из сторон от текущей то есть до и после при отдаче состава одной страницы набор блоков может быть перемешан для неявной сортировки это тоже некий способ защиты контента чтобы при обычном копировании нельзя было в этом же виде воспроизвести все будет перемешано опять же это затрудняет пользователю нерадивому пользователю так скажем возможность полностью скопировать книгу и там где-то и и выложить ну и также отдача самих фрагментов должна быть ограничена на стороны нашего сервера по интенсивности не более пяти страниц в секунду это сделано для чего потому что многие системы сейчас работают уже не вручную они уже похожи все на так скажем вредоносный код они перегружая на все могут программа может позволить выкачать практически любую книгу за секунду там тысячу книг там буквально за минуту если находит уязвимость в самом сайте пример в самом доступе сервер ограничивает эту возможность просто ее блокируем еще очень интересный момент можете посмотреть вот сейчас на ваших экранах это три страницы книги которые мы с которой мы начинали вот как бы это наша основа которую мы распознавали что мы здесь видим все что подчеркнуто либо обведено различными цветами это как система видит контент то есть изначально она видела его в не очень хорошем варианте она все видела по отдельности пример вот первая страница где мы видим картинку из двух там мальчиков с разными надписями перевести это в различный формат но не представляется возможным иначе все это будет в разброд и какое слово какой картинке отнесено это будет ну прочитать невозможно поэтому система обучалась на таком принципе что подобные вещи они объединяются в одну как бы в одно целое не не расходится по формат на для того чтобы вы когда могли читать а вы могли видеть полноценно то то что автор и задумывал зеленым выделено это конкретный горизонтальный текст стране программа распознала это как горизонтальный текст и таким образом его и будет показывать красные это блоки табличные и так далее то есть то что сейчас увидите это то как система сейчас уже адаптивно видит страницу контента распознает ее на виды слова ли это формулы ли это таблицы картинки и так далее для чего для того чтобы впоследствии меняя формат собирать их в правильном виде в правильной последовательности чтобы вы могли всегда логично видеть то о чем читаете не теряться никто там перемешиваться не станет ну и придем в подходе мы теперь к основной презентации нашей новой читалки которую мы вот сейчас выкатываем сейчас она у нас тестовом режиме мы ее все перепроверяем в ближайшем будущем мы ее выкатим на нашу бс сейчас я вот вам ее показываю и презентую по сути это совершенно новый продукт в сфере чтения и другой работы с обширным контентом электронной библиотечной системы университетская библиотека онлайн и это не пустые слова еще расскажу мы к этому долго шли и и реально ни у кого сейчас такого нет любое чтение превращается в муку вот я готов со многими поспорить потому что когда я начал заниматься этим вопросом я пытался читать книги вспомнить с экрана а уж тем более с экраном меньших форматов таких как смартфон это надо обладать очень хорошим зрением и невероятно большим терпением для того чтобы уж тем более долго читать какие-то на особенно научную литературу или учебную литературу вот пример как это было слева вы видите как страница книги в реальном виде отображалась отображается вот на данный момент на смартфоне то есть это та работа которая вот была всегда это очень мелкий шрифт читать это практически нереально уж тем более долго вот как это как это стало если видите справа теперь формат адаптируется и вне зависимости от того с какого экрана вы смотрите вы можете всегда это читать и видеть адаптивно видеть в лучшем качестве и в хорошем размере то есть по сути стало похоже на то как давно развивались электронные читалки которые мы все знаем которых мы читаем книги но опять же они не работают системы правообладателей для учебной литературы то есть все стало современно и удобно что а мы сделали то есть у нас остались функции которые уже были наши читалки которые хорошо себя зарекомендовали не все мы сейчас еще вывели их в новую читалку сейчас идет работа над так скажем дизайном наши читалки то есть три основных это ну библиографическая запись о книге которая также смогла в себе иметь и интерактивный интерактивное содержание по которым можно было курсировать по книге счетчик страниц сводом и переходом то есть можно вводить любой номер страницы и моментально перейти на нее функционал закладок то есть вы можете поставить на любую страницу закладку ее как-то назвать для того чтобы впоследствии при работе книги можно было возвращаться понимать где на каком моменте вы останавливались на той или иной теме новые внедренные функции это выбор размера шрифта это я вам покажу отдельно важный момент это показать страницу печатного оригинала то есть если вдруг сам процесс распознавания может быть оказался немного неверно либо при уменьшении страницы что-то вам кажется вы не увидели какого-то переноса может быть сопоставление там таблицы другой таблицы которая хорошо помещалась на странице печатного издания в уменьшении она стали например друг под другом то вы можете нажать на эту кнопку и откроется как раз четкая страница печатного оригинала и сверить с ней как бы помочь себе в пользу ну и многоуровневый поиск там есть уровень как поиск стандартный то есть вы вводите какое-то слово и у вас открывается окно с выдачей в которой написано ну ссылки на те страницы где присутствует это слово также второй момент это подсвечивание этого слова на самой странице которую вы сейчас читаете мы на этом остановимся дальше поподробнее вот он размер шрифта вот вам пример как работает наша система то есть вы выбираете вот слева направо мы смотрим мелкий текст захотелось вам может быть побольше выбираете стандартный текст видите это одна и та же страница вот от автора большой и огромный тут все зависит так скажем от вашего зрения и вашего желания то есть любая страница в четырех разных размерах разных форматах представлена читать удобно и абсолютно не напрягает наши глаза так я не очень спешу все все успевают так вопрос кнопки скачу нет конечно скачать книгу нельзя можно только куски текста скопировать прошу нажать на огонек показав что вы меня слушайте я не спешу все в порядке да спасибо большое тогда продолжим в общем мы поговорили о выборе размера шрифта и теперь вот функционал показать страницу печатного оригинала вот как она выглядит я специально сделал скриншот с большего формата чтобы все это было более наглядно то есть вы нажимаете на кнопку и сама четкая целиковая страница как она в книге она перед вами также ее можно закрыть продолжение можно ее опять же посмотреть понять как должно быть на самом деле сверить так скажем с изменением формата как и говорил это очень полезная функция особенно когда есть многоуровневые формулы в учебниках таблицы подчиненные предложения особенно в учебниках по языкам и лингвистики всегда можно тут увидеть как с этим работать вот он наш двухуровневый поиск для полноценной работы с контентом слева вы видите вот мы эта книжка по шведскому языку мы ввели слово швед и тут же на этой странице выделился желтым цветом все слова где это встречается то есть для так скажем точечной работы с поиском по конкретной странице где вы находитесь вы также можете уже более не вводить то есть это слово видите так остается в строке поиска вы можете пролистывать страницу и все это будет везде подсвечено именно то что вы видели либо можно нажать на enter и система выдаст вам конкретный результат на какой странице где это встречается особенно если ну какое-то редкое слово и вы сразу не увидели его выделенном где-то в вашей области здесь соответственно будет показано если его нет так и будет в результате написано что слово не найдено это очень удобно вот этот двухуровневый поиск позволяет но гораздо подробнее и удобнее пользоваться чтением и контентом это вот еще несколько форматов которые хотел показать это планшеты тем самым чтение на них также вполне удобно то есть наша удобная полезная читалка она теперь для каждого не только для пользователя монитора персонального компьютера ноутбука то есть теперь любой учебник у вас всегда под рукой внедрение такого важного и нужного функционала это не только мое мнение это мнение всего нашего отдела разработки она даст сильный импульс для дальнейшего развития онлайн обучения в любом учебном заведении пользуйтесь нашей университетской библиотекой онлайн и идите в ногу со временем что хотел еще я хочу вам показать как это работает наглядно подключить сейчас смартфон я не могу но я могу вам показать это с помощью так скажем некоторых ухищрений поэтому все готовы я сейчас буду демонстрировать экран нажмите пожалуйста на огонек хорошо спасибо так демонстрируем экран одну секунду так вот она так одну секунду сейчас я перейду сейчас мы вернемся на секунду вот так вот сейчас был мой экран виден именно с читалкой нажмите на огонек пожалуйста вот сейчас видим отлично в общем смотрите вот это наша читалка сейчас вот мы листаем это уже адаптированный вариант то есть вот наша кнопка показать страницу печатного оригинала выглядит она теперь вот так то есть вот так вот она распозналась вот так она выглядит захотели мы сменить мы сменили формат отображение захотели сделали еще больше все распознано все читается все хорошо видно соответственно так вот у нас работает поиск который подсвечивает так у нас работает функционал закладок то есть мы можем добавить любую закладку и она будет у нас здесь в отдельной вкладочке показаны так у нас работает интерактивное содержание мы можем по нему переходить и так далее сейчас просто у нас работает только 7 страниц это так скажем тестовый момент что тестовый кусок книги поэтому и такое короткое содержание также можно переходить можно вписывать номер страницы и попадать на нужную страницу поиск у нас сейчас мы скинем так теперь я вам покажу как так скажем такими ухищрениями как это работает будет выглядеть на мобильнике вот в левой части вы это видите сейчас мы обновим вот к примеру вот видите выбор Samsung Galaxy S8 вот так будет на его экране это видно вот так будет отображаться текст здесь если вы видите маленькая таблица она не разошлась это в связи с тем что она должна быть целиком да к сожалению не все будет идеально текст вы прочитаете таблицу да придется посмотреть увеличиваем можно увидеть как как бы это отображалось вот так это будет отображение реальной печатной страницы для того чтобы если возникнут вопросы как это сопоставить ну и смена сейчас мы обновим мы все таки не на мобильнике вот меняется размер шрифта можно выбрать посмотреть как на любом айфон 12 про например ну не сильно это меняет пожалуйста все все на нем отображается все на нем видно вот то что мы сделали то к чему мы пришли с нашей разработкой так давайте мы я уже честно не помню как надо вернуть презентацию вот мы ее выведем на экран да вот я готов выслушать ваши вопросы и готов на них ответить если они у вас есть декабря и и да как я понимаю вопросов нет давайте тогда поработаем с огоньками тем кому тема это интересное кто считает что мы в правильном направлении нажмите пожалуйста Пожалуйста, на Аганю. Благодарю вас. Мы совершенствуемся для вас. Поэтому, пожалуйста, эту информацию распространяйте. Среди ваших учебных заведений, среди ваших библиотек. Мы всегда готовы пойти вам навстречу. Мы всегда улучшаем. Наши продукты. Стараемся преподнести что-то новое и современное. И, в первую очередь, необходимое. Еще раз повторюсь. Эта новая читалка, это то, чего не хватало во всех электронных библиотечных системах. Возможность, наконец-таки, нормального чтения и пользования учебниками и другой литературой. Спасибо вам за внимание. Я думаю, через месяц мы еще увидимся. На основе нашей вот этой вот новой читалки у нас скоро выйдет тоже новая разработка. Так, вот вопрос. На скриншотах были ошибки с жесткими переносами. Это просто особенность скриншотов с ранних этапов работы или действительно тут проблема? Это как раз, да, особенность скриншотов с ранних этапов работы. Эти некоторые нюансы мы тоже видим. С ними работаем. Но, обозначу, у нас идет работа, то есть наша вот эта вот новая читалка, она работает с тем, что нам предоставили. То есть, что такое первоначальный контент? Это скан страницы. Если мы говорим о современных учебниках и, соответственно, о современных сканах, там проблем никаких не возникает. Кроме некоторых нюансов, связанных с формулами, какими-то, знаете, как когда страница книги форматируется самим издательством с небольшими ошибками, когда одна строка может находиться не ровно перед другой строкой, а на долю какой-то там пикселя ниже. Такое у них бывает. Система, соответственно, перестает ее считать как одной строкой. и переносит ее. И с этим мы тоже сейчас... Это как бы небольшие мелочи, с которыми мы работаем. Большие проблемы сейчас составляет старый контент. У нас его тоже очень много. У нас плюс есть литература еще дореволюционная, со всеми этими ядь и прочими. Соответственно, и качество сканов там оставляет желать лучшего. Но мы будем подключать... Это второй этап развития нашей читалки. Мы будем подключать искусственный интеллект к нейросети для распознавания уже, так скажем, правильного. Проблема с нейросетью, как бы ее сейчас там все не хвалили и не носили с ней как с писаной торбой, он все-таки до сих пор туповат. И в некоторых моментах очень туповат. Он может от себя тяной такой написать, что потом вручную каждый учебник придется переправлять. Поэтому мы сейчас будем это внедрять, но будем это внедрять постепенно, согласуясь с нашими реалиями. Так, вопрос. Когда планируется переход на новую читалку для тех, у кого базовая подписка на ЭБС в университетской библиотеке онлайн? Сейчас у нас идет процесс, то есть мы уже практически отладили эту читалку. Остались некоторые небольшие нюансы и идет тестирование. В ближайшее время мы будем всю литературу, то есть весь контент переводить на обработку в новую читалку. По сути, это такая серьезная работа, автономная, программная, которая будет каждую книгу обрабатывать на сервере, распознавать, переводить в новый вид и там же ее сохранять. Так как у нас очень большое количество, как я уже говорил, литературы, процесс этот, он займет некоторое время. Мы планируем за октябрь его полностью завершить. И тогда, скорее всего, с ноября мы сможем уже внедрять его и показывать всем пользователям нашей ЭБС. Ну что, еще раз всем спасибо за внимание. Ждем Татьяну, а вы ждите меня, наверное, через месяц, я вам расскажу о новых наших разработках. Там будет много интересного.